Всем времени суток, с вами Cuttle Project, меня зовут Ирина. И в этом уроке я покажу, как увеличить размер видео без потери качества. Хотя такая формулировка не вполне корректна, как можно не потерять то, чего нет. Ведь если очень грубо, то видео это последовательность быстро сменяющих друг друга статичных кадров, то есть растровых изображений. А растровое изображение – это мозаика из пикселей, то есть квадратиков, каждый из которых окрашен в определенный цвет. И чем больше таких квадратиков в каждом кадре видео, тем больше его разрешения, то есть размер. Соответственно, чтобы увеличить размер видео, необходимо увеличить количество пикселей в кадрах этого видео, то есть разбить уже имеющиеся на более мелкие. Вот здесь-то и возникает проблема, ведь информации о том, какого цвета должны быть эти новые маленькие пиксели, нет. Да и взяться ей, собственно, неоткуда. Поэтому получить из этого вот это невозможно по определению. А если в каких-то голливудских фильмах вы видели, что какие-то спецслужбы посредством каких-то новейших технологий и с какой-то непонятной размазни получают полноценный портрет в HD-качестве, то относитесь к этому как к фантастике. Да фантастика это и есть, в реальной жизни так не получится. Впрочем, не совсем беспомощны современные технологии. В частности, то, что сейчас именуется искусственным интеллектом, вполне способно домыслить кое-какие недостающие детали, что действительно позволяет довольно ощутимо улучшить картинку. Так, например, с помощью соответствующего ПО можно превратить вот это в это или вот это в это. Довольно-таки неплохой результат, как вы считаете? Я покажу, как подобное реализовать с помощью программы Converter Video от компании Movavi, продуктами которой я пользуюсь сама при создании своих уроков. Ссылку на Movavi Video Converter вы найдете в описании этого урока. А к моей ссылке прилагается промокод, который позволит вам получить приятную 10% скидку при покупке любых продуктов на официальном сайте Movavi. Итак, у меня уже запущен Converter Video, и в нем есть кнопочка AI Upscaling, что можно перевести как увеличение с помощью искусственного интеллекта или интеллектуальное улучшение, если вам так будет угодно. Это, кстати, изменение, прилетевшее с последним обновлением программы. До этого кнопочка располагалась вот здесь, рядом с каждым добавленным в программу роликом. Кроме того, если раньше AI Upscaling открывалось как диалоговое окно для улучшения конкретного клипа, то теперь запускается как самостоятельная программа, видео в которую придется добавлять отдельно. Это, если говорить о голом Movavi Video Converter. Но я пользуюсь Movavi Video Suite, в которой помимо Converter Video вшитый Video Redactor Plus, Screen Recorder, Slideshow и куча других всяких разных утилит для работы с медиафайлами. Все в одном месте, очень удобно. Ссылка на страничку программы есть в описании видео. Не забудьте про промокод, который тоже там есть. В общем, после последнего обновления у меня сейчас стоит версия 22.4.1 запустить AI Upscaling можно прямо из окна Video Suite, минуя Video Converter. Вот оно. Ну или если нет в избранном, то из видео. А когда запущено AI Upscaling, то дело остается за малым. Настроек здесь минимум. Первое. Нужно добавить сюда видео, которое вы хотите улучшить. Кстати, этот Upscaling работает не только с видео, но и с фото. Для добавления медиафайла можно либо кликнуть по вот этой иконке и выбрать файл в открывшемся окне, либо просто перетащить сюда файл из проводника Windows. После добавления в окне программы отобразится первый кадр видео. Слева до увеличения, справа после. Ниже появится временная шкала. Перетаскивая ползунок, вы можете выбрать кадр, качество улучшения которого хотите оценить. Второе. Нужно выбрать степень увеличения видео. Либо в два раза, либо в четыре. Третьего не дано. Так, если мое исходное видео имеет разрешение 640х360 пикселей, то после увеличения в два раза я получу видео с разрешением 1280х720, а после увеличения в четыре раза с разрешением 2560х1440 пикселей. Что касается непосредственно увеличения видео, то больше здесь никаких настроек не предлагается. Третье. Нужно выбрать, куда сохранить улучшенное видео. Либо в директорию по умолчанию, либо в папку с исходным видео, либо кликнуть по кнопочке Save to, сохранить его, и выбрать любое другое место на ваше усмотрение. Четвертое. Нужно нажать кнопочку Upscale увеличить, и дождаться результата. Прогресс выполнения задачи будет отображаться на индикаторе, который заменит собой временную шкалу. Сюда же выводится приблизительное время до завершения операции. Когда программа закончит работу, автоматически откроется папка, которую вы выбрали для сохранения видео. Оно здесь будет с приставкой Upscale перед названием исходного файла. Не знаю, насколько хорошо это будет заметно на видео, записанным с экрана, но результаты двукратного увеличения видео с помощью инструмента AI Upscaling от Movavi будут выглядеть так. Это исходное видео, это просто увеличенное в два раза, а это увеличенное в два раза с использованием AI Upscaling. А вот такими будут результаты четырехкратного увеличения видео. Исходное видео просто увеличенное в четыре раза, увеличенное в четыре раза с использованием AI Upscaling. А на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что урок вам понравился. Не забудьте поставить лайк, если это так. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выхода новых уроков. Подписывайтесь на мои одноклассники ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутюб. Заходите на сайт katalproject.ru Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео!